Добрый день! Животные, дышащие воздухом, привыкли к содержанию в нем около 21% кислорода. В акукультуре вода содержит гораздо меньше кислорода, менее 1,001%. Поэтому знания о растворенном кислороде и оборудование для его контроля очень важны для акукультуры. Если кислорода слишком много, рыбы могут умереть. Например, если использовать чистый кислород. Если его мало, рыбы могут не есть и тратить свои ресурсы на поиск кислорода. Если рыбам сильно не хватает кислорода, они могут испытывать сильный стресс и даже умереть. Важно понимать дневные циклы кислорода в водоемах, потому что баланс кислорода и его потребление могут быстро меняться, особенно летом. Рыбы быстрее потребляют кислород при повышении температуры. Поэтому кислород – это то, что нужно постоянно контролировать. Правильный учет может предсказать потребности в кислороде. В установках замкнутого водоснабжения все намного стабильнее. Есть только колебания кислорода во время кормления рыб. Если вы измеряете скорость потока воды, количество кормового рациона, плотность посадки рыб, то надо после этих манипуляций проверять обязательно уровень кислорода. Вы не можете просто посмотреть на воду и понять уровень кислорода. Для измерения используются специальные тесты или приборы. В аквакультуре оптимальные уровни растворенного кислорода в воде зависят от многих факторов, включая вид рыбы, ее стадию роста, температуру воды и другие условия. Однако, говоря в общем, большинство рыб предпочитают уровень растворенного кислорода в пределах с 5 по 8 миллиграмм на литр для оптимального роста. Например, для рыбы такой, как форель или лосось, которые предпочитают более холодные воды, оптимальный уровень растворенного кислорода может быть ближе к верхнему пределу этого диапазона, то есть около 7 по 8 миллиграмм на литр. В то время как для тепловодных рыб, таких как карп, оптимальный уровень может быть чуть ниже, в районе с 5 по 6 миллиграмм на литр. Тем не менее, это только общие рекомендации и важно учитывать конкретные условия вашего водоема или установки, потребности рыбы, которую вы выращиваете.